здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу жана бодрияра к критике политической экономии знака ранее мы рассматривали его же книгу о системе вещей посмотрите ее вы можете перейдя по ссылке в описании прочитаем аннотацию к книге критики политической экономии знака одна из важнейших программных книг мыслителя жана бодрияра в которой он двигается по курсу заданному в первых работах но именно в критике политической экономии знаков происходит важнейший концептуальный поворот от рассмотрения вещей как вещей в сторону понимания вещей как знаков тот самый угол зрения который неразрывно связал имя бодрияра с термином симулякры используя подходы политэкономии и маркетинга социологии антропологии семиотики искусство ведения теории коммуникации бодрияр продолжает погружаться в исследование общество потребления искусно жонглируя структурализмом марксизмом фрейдизмом для того чтобы поставить окончательный диагноз современному миру этот текст можно читать как антропологическое исследование как абстрактную семиотическую конструкцию как лабиринт загадок или получать удовольствие от культурных аллюзий в каждом варианте бодрияр находит чем удивить и зацепить своего читателя посмотрим содержание этой книги функция это знак и классовая логика в этой части бодрияр рассматривает следующие вопросы социальная функция предмета знака социологические подходы дифференциальная практика предметов логика сегрегации вторая часть идеологический генезис потребностей потребление как логика значений потребление как структура обмена и дифференциации система потребностей и потребление как система производительных сил третья часть фетишизм и идеология семиологическая редукция четвертая часть жест и подпись семиургия современного искусства далее следующая часть аукцион произведения искусства в которой рассматривается обмен знак и сумптуарная стоимость следующая часть к общей теории в которой рассматривается общая политическая экономия и символический обмен в следующей части по ту сторону от потребительской стоимости критики политической экономии знака реквием по медиа дизайн и среда или эскалация политической экономии об осуществлении желания вменовой стоимости бодрияр по сравнению с трудом система вещей продолжает углубляться и раскапывать что же такое общество потребления и пытается ответить на вопрос а что же мы потребляем мы потребляем еду мы потребляем вещи мы потребляем машины квартиры или что и какой-то момент в вот в этом труде ну это как конечно будет неправильно говорить ну в начале так скажем в этом труде у него что-то щелкает в голове и происходит вот этот поворот когда он начинает рассматривать все вещи например рубашки микрофоны книги дома машины квартиры картины и так далее не как вещи сами по себе а как знак знак который о чем-то говорит и он говорит бодрияр в какой-то момент у него в начале это прорывается неловко как вопрос в оформленный как повествовательное предложение но потом все больше и больше углубляется в ту тему что каждый предмет есть знак и я сделал закладку в книге чтобы зачитать один или может быть половину абзаца в самом деле мода не отражает какой-то естественной потребности в изменении удовольствием получаемой от смены одежды предметов машины появляется чтобы психологически санкционировать принуждение совсем иного порядка принуждение социальной дифференциации престижа эффекта моды возникает лишь в обществе социальной мобильности причем за определенным порогом экономических возможностей растущий или наоборот падающий социальный статус должен быть вписан в постоянный прилив и отлив различительных знаков тот или иной класс уже не может быть четко связан с определенной категории предметов наоборот все классы привязаны к изменению все считают необходимость моды ценностью точно также как все они причастны универсальному императиву социальной мобильности предметы играют роль показатели социального статуса а поскольку этот статус приобрел возможность меняться предметы свидетельствует не только о достигнутом положении что они делали всегда но и включаясь в различительный цикл моды а потенциальной мобильности этого социального статуса и вот начиная вот это это буквально это 50 страница книги и начиная от с этого момента у бодрияра происходит этот поворот когда он увидел это в обществе и он начинает это раскручивать их из каждой новой главой он добавляет и добавляет и добавляет к этому больше и больше и больше своих мыслей по поводу того что предмет перестал быть предметом который потребляется как функция то есть допустим рубашка как как защита тела от холода или куртка как защита тела от мороза как бы или допустим теплые ботинки как защита ног от мороза телефон как средство связи и так далее и вот это все переходит все эти вещи они становятся знаком знаком который показывает социальный уровень того человека который на себя это отдел и он приходит к такой мысли что если человек находится на более нижнем социальном статусе то есть допустим средний класс то он изменяя свой облик может как знак как попадать знак что он относится к более высокому классу например средний слой среднего класса одеваясь как высший слой среднего класса и имея привычки высшего слоя среднего класса будет окружающими людьми приписан к высшему слою среднего класса и здесь когда я читал бодрияра я сразу вспомнил о том о чем писала кейт фокс в книге наблюдая за англичанами я еще раз вам рекомендую посмотреть этот отзыв который есть у нас на канале в этом отзыве есть таблицы где кейт который я сделал по книге кейт фокс в которых достаточно хорошо представлено вот это положение что носит как одевается нижний слой как одевается средний слой как одевается высший слой и вы можете пересмотреть еще раз это видео чтобы увидеть что за кейт фокс это получается начало десятых годов 20 21 века а бодрияр это 70-е года 20 20 века что за 40 лет как 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 в англии как в англии вот это отображается на обществе то о чем писал бодрияр 40 лет назад получается если по отношению к книге кейт фокс и вот эта важная мысль о том что в современном мире происходит обмен не вещами а знаками и что можно платить не вещами не деньгами а знаком и вот эти мысли которые дает бодрияр некоторые сейчас через 50 лет после того как эта книга вышла говорят что эпоха бодрияра закончилась но как же она закончилась когда у нас последние десять лет происходила какая ситуация люди чтобы показать что они относятся к слоям населения которые живут в достатке они покупали кредиты новые версии айфонов они покупали в кредиты дорогую одежду обувь аксессуары и так далее но при этом жили в хрущевке пятиэтажки там по пять шесть десять человек в одной квартире питались дошираками только лишь для того чтобы на людях в обществе показывать что они относятся не к нижнему слою который не может себе позволить вот этот антураж вот эти знаки а более высокому слою бодрияр говорит что есть четыре вида логики первая логика это функциональная логика потребительской стоимости и одновременно она же логика практических действий и логика полезности то есть это значит что предмет рассматривается как орудие то есть есть если у нас допустим есть рубашка то мы покупаем рубашку потому что она нам полезна как защита тела от погодных условий например далее вторая второй вид логики это экономическая логика меновой стоимости она же логика эквивалентности она же логика рынка где предмет рассматривается как товар третий вид логики логика символического обмена она же логика амбивалентности и логика дара четвертый вид логики это логика стоимости или логика знака она же логика различия и логика статуса в этом в этой логике предмет рассматривается как знак то о чем мы выше подробно поговорили и только логика номер четыре то есть логика стоимости логика знака сдаёт специфическое поле потребления настоящий предмет потребления существует лишь как предмет отделенный во первых от своих психических характеристик определяющих его в качестве символа во вторых от своих функциональных характеристик определяющих его в качестве предмета утвари и от своих торговых характеристик отделяющих его как от продукта. Следовательно, предмет существует как освобожденный в качестве знака и захваченный формальной логикой моды, то есть логикой дифференциации. Что такое дифференциация? Это отличие одного от другого. Конечно же, такой фундаментальный труд и такого фундаментального автора, как Жан Бадрия, невозможно уложить в короткий видео отзыв. Я рекомендую вам ознакомиться с его трудами. На моем канале уже два отзыва. Это система вещей, которые вы можете посмотреть по ссылке в описании и к критике политической экономии знака. Мы в этом отзыве не стали проводить аналогии с Марксом, и выводить, а почему же Бадрия взял труд Маркса к политической, к критике политической экономии и добавил к нему только лишь одно слово. Знак. Знака. Я предлагаю вам самим покопать в этом направлении, посмотреть, что вы найдете по этой теме. И, возможно, вы сможете сделать свой более расширенный или подробный отзыв, нежели чем я. Благодарю вас за внимание. Это был краткий обзор и отзыв на книгу Жанна Бадрияра к критике политической экономии знака. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Продолжение следует.